МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит Ульяновск". Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании Волга. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! У микрофона Алексей Сорокин. Открывает программу исторический хронограф. ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 6 января, отмечается рождественский сочельник, канун Рождества. На Руси этот праздник был особенно любим. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами, так называемая Сочева. Эта традиция и дала название празднику. 6 января в 1813 году Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны. Манифестом также предписывалось ежегодно в День Рождества Христова праздновать и Великий День Победы. Праздник был отменен после Октябрьской революции 1917 года. Боже, царя храни, сильный державный царь, стой на славу, на славу, 6 января 1834 года гимн Боже, царя храни принят в качестве гимна Российской империи. Среди лучших участников конкурса были выбраны поэт Нестор Кукольник, Василий Жуковский, композиторы Михаил Глинка и Алексей Львов. Боже, царя храни являлся гимном России до Февральской революции 1917 года. 6 января 1884 года подана патентная заявка на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения. 6 января в 1896 году состоялась премьера фильма «Братьев Люмьер. Прибытие поезда на вокзал Лас-Йотто». Это один из первых фильмов, снятых и публично показанных «Братьями Люмьер». В русскоязычных источниках фильм также упоминается под названиями «Прибытие поезда» и «Прибытие почтового поезда». Эта короткометражка стала самым знаменитым фильмом «Братьев Люмьер». Вопреки расхожему заблуждению, этот ролик не вошел в программу первого платного киносеанса на бульваре Капуцинок в Париже, поскольку отснят позднее. 6 января 1937 года прошла вторая всесоюзная перепись населения в СССР. В 1943 году в СССР введены погоны для личного состава Советской Армии. Во время Великой Отечественной войны в вооруженных силах СССР 6 января 1943 года были введены новые знаки различия для личного состава Красной Армии – погоны. Для личного состава военно-морского флота они были введены месяцем позже. Каждый церковный праздник – время задуматься о том, что имеет самое непосредственное отношение ко всем нам, к нашей жизни и истории. Совсем скоро, в ночь с 6 на 7 января, православные будут отмечать особенный праздник – Рождество Христово. Праздник считается одним из важнейших православных торжеств. Все больше людей посещает в рождественские праздники церковь, соблюдает предшествующий ему сорокодневный пост, вспоминает религиозный смысл праздника. О традициях и обычаях Рождества, а также о том, как подготовиться к празднованию и правильно отмечать Рождество, нам рассказал глава миссионерского отдела Симбирской епархии иерей Владимир Маняков. Истинный смысл Рождества Христова заключает в том, что мы встречаем родившегося Спасителя. То есть в чем смысл вообще? Взбывшаяся надежда. До Его Рождества верующие люди ожидали Его пришествия. Ожидали огромное количество времени. То есть вылезь пророчества. И вот Его пришествие – это взбывшаяся надежда всего человечества. Потому что с Его рождения человечество вошло в новый этап отношений с Богом. Потому что до этого, можно сказать, у нас был конфликт с Богом. И вот через рождение Христа и в будущем, и через Его воскресение мы примирились с Богом. И поэтому рождение в мир Спасителя, Рождество Христово для нас является важным очень праздником, потому что это праздник сбывшихся надежд. Читал Библию, он знает, что там время от времени появляется пророчество, которое говорит о том, что родится от Девы, в Вифлееме, в Младенец, и верующие люди до самого Его рождения ожидали Его. Поэтому этот праздник один из главных в году и сводится именно к тому, что мы встречаем идущего в мир Бога-человека, Господа Иисуса Христа. А как отмечают Рождество? Какие сложились традиции? Во-первых, с Рождеством связана традиция поста. То есть мы за 40 дней до Рождества Христова начинаем поститься. Мы подготавливаем себя к этому празднику постом. Традиция эта очень древняя. Вообще в древности была очень распространена такая традиция, когда к самым большим праздникам люди готовились постом и усиленной молитвой, чтобы больше сопереживать, больше оценить этот праздник, то есть ограничить себя. Потому что есть такая очень интересная мысль, говорил ее святитель Афанасий Великий, о том, что Бог становится человеком, чтобы человек стал Богом. Вот Господь, Бог становится человеком, для Него это, по сути, уже страдание, можно сказать, как это некоторые святы отцы называют, начало страданий. Вот и мы ради Него страдаем. Представляете, вот Бог родился где? Бог родился в Версепе, на Соломе, никем не узнанный. То есть Ему поклоняются пастухи, простые люди. Страдание сразу стал Ему сопутствовать. Мы, чтобы переживать с этим, мы тоже принимаем вот такой добровольный подвиг, страдания со Христом, ну и стараемся меньше делать злых поступков, паститься душой. Вот самая главная традиция подготовки к Рождеству. Есть традиция сочельника. То есть у нас есть несколько праздников, которые сопутствуют сочельникам. Вот день перед праздником называется сочельником. Хотя с течением времени очень много смешалось. То есть у нас традиции, например, пришли из Западной Европы. Например, всякая выпечка, рождественский струдель или еще что-то. То есть вот потихоньку есть такие вот традиции, которые перемешиваются одно с другим и распространяются среди народа. Где можно праздновать Рождество? Желательно ли посещать храмы, службы? Храм, ну, есть праздники, которые мы можем отмечать дома. Это наши домашние, семейные праздники. Вот все-таки, наверное, религиозные праздники мы должны отмечать в храме. Логично именно так. Вот домашние праздники отмечаем дома. Ну, соответственно, религиозные праздники мы должны отмечать в храме. Тем более службы рождественские очень интересны, они очень торжественны, они такие вдохновляющие, они успевают Бога и пришествие в мир Христа Спасителя, поэтому если человек хотя бы придет на несколько служб, таких как, например, служба сочельника, утром бывающая, царские часы, на которых читаются все отрывки из Евангелия, где рассказывается о Рождестве Христовом, услышит пророческие, так называемые, премии, то есть отрывки из Ветхого Завета, которые читаются перед Божественной Литургией на вечерне. Соответственно, причаститься в этот день, это очень было бы хорошо. Вечером служба в сеношнем денье, которая совершается в сочельник накануне Рождества, она тоже очень торжественна в плане того, что там, например, исполняется такое замечательное песнопение, как «Яка с нами Бог, разумеете, языцы покоряйтесь я». Исполняется несколько раз в год всего лишь. Ну и самое главное, конечно, это литургия ночью или утром, как человеку возможно, когда человек может поучаствовать в Божественной Литургии, причастить Святой Христовой Таинце, исповедоваться, подготовившись постом, молитвой к этому. Он действительно для человека станет настоящим именно духовным праздником, религиозным праздником, потому что праздник религиозный нужно все-таки праздновать в той традиции, которую мы имеем. А христианская традиция, все праздники христианские, они всегда связаны с храмом. Поэтому храмы благослужения очень важны, очень нужны, и ничем заменить невозможно. Отец Владимир, сегодня, 6 января, в канун праздника, сочельник. Что разрешается и что запрещено делать? Сочельник, само название сочельника, это блюдо, которое готовится в этот день сочево. Это сваренная пшеница или зерна риса, смешанная с медом или сахаром и украшенная огромным количеством плодов. Изюм, орехи, всевозможные цукаты. И это освещается в конце утренней службы, и это единственное, что, по сути, вот у нас на Руси ели до восхода первой звезды. Мы сейчас знаем, что есть такая традиция, что сочельник не едят до восхода первой звезды, то есть звезды, которая обозначает звезду Вифлеема, которая вела к пещере, где родился Христос у Болховов. По сути, это уже предпразднество, это уже праздник, который человек должен посвятить уже Богу, молитве, участию в богослужении. Не погружаться, вот как это обычно бывает, в суету, в приготовлении к празднику. Не ели именно до появления первой звезды, которую ознаменовал пением тропаря «Рождество Твоей Христе Божий Наш». То есть с этого момента, как бы, праздник начинался, но он начинался еще не в полной мере, то есть пост еще не заканчивался, поэтому кушали вот это сочево, которое еще по-другому называется, колево, который символизирует рождение в мир Христа Спасителя. То есть вот праздник Сочельник – это уже праздник, поэтому лучше сходить на службу, а все приготовления к празднику, праздничному столу заранее сделать и поучаствовать в богослужениях, помолиться, причаститься и тем самым действительно встретить родившегося Христа Спасителя, как вот заповедовала нам церковь, и мы стараемся делать это из года в год. А вот что касается веселья или каких-то развлекательных мероприятий, это допускается в Сочельник? Сочельник еще нет. Я вот еще застал в деревнях, когда утром начинали, а где-то и вечером начинали ходить славнички, людей, которые ходили и славили родившегося Христа. Это было такое вот начало праздника, но веселье тоже разное бывает. Может быть где-то в деревнях еще, может родиться какие-то, сохранились, но в городе, мне кажется, это уже иссякало, потому что я маленький был, и мы ходили, славили Христа с седьмого утром в деревню, собирали монетки, конфетки. Для нас это была радость, для тех, кто нас встречал, тоже была радость, потому что это очень хорошая традиция, которая, во-первых, нас детей учила на тот момент молитвам, то есть мы вот ходили, мы читали тропарь, кондакт, праздник, и людям, старикам это было такое хорошее, радостное, потому что они тоже это когда-то делали, и начинали рассказывать, как они ходили. В их время давали семечки, потому что ничего другого не было, пироги. Ну вот оно такое было веселье, но оно всегда было тихим, то есть не было какого-то разгульного пьянства, например, для неконтролируемого какого-то веселья. Всегда было все тихо и скромно, но оно было, потому что это же праздник, радость. Радость того, что Бог человечество не оставил, а исполнил свое обещание и послал Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он стал человеком, и через это мы имели возможность примириться с Богом и войти в жизнь вечную. А чего не стоит делать в Рождество? Ой, вы знаете, есть такая очень плохая традиция, с которой Церковь во все времена боролась, но она по сей день распространяется, к сожалению, нашему. Это про святочные гадания. То есть нужно помнить всегда, что Бог гадать запретил под любым видом. И вот это то, что нам пытаются навязать, хотя Церковь это не поощрялась никогда. Поэтому вот все эти рассказы о том, как гадают на Рождество или после Рождества, во время святки, это народная традиция, церковная традиция, никакого отношения не имеет. Потому что Церковь во все времена гадания порицала, порицает и будет порицать. Потому что это то, что запретил Бог. Что нельзя делать? Нельзя грешить. Самое главное, что человек в эти дни должен понимать, что мы не должны гневаться, мы не должны обижаться, мы должны простить обиды, мы не должны заниматься склоками. Исторически это было время милосердия. То есть люди шли в тюрьмы, посещали больных, заключенных, кормили, подавали милостыню. То есть люди занимались благотворительностью, как мы бы сейчас сказали. Нам вот нужно вот этому, наверное, научиться. Мы не должны делать что-то злое, мы должны делать добро. Потому что Бог пришел в этот мир, чтобы нас научить делать добро. И Христос в Евангелии все рассказал, что от нас требуется. От нас требуется самое главное – любить ближнего, как самого себя. Поэтому все, что противно Богу, мы не должны в это делать. А вот все, что Богу нравится, то, что говорят заповеди Божьи, мы должны стараться делать и тем самым прославлять родившегося Христа. Отец Владимир, и напоследок, поздравьте наших радиослушателей с наступающим Рождеством. Дорогие братья и сестры, всех вас с этим светлым праздником Рождества Христова. Желаю вам, чтобы родившийся Господь, наш Иисус Христос, нас с вами всех благословил, укрепил в наше тяжелое время и дал нам надежду, чтобы мы никогда не унывали, чтобы шли только светлым, шли добрыми делами своими, угождать пытались Богу и любили ближних, как самих себя. И Господь, пускай нам дашь мир, спокойствие, благоденствие и многих лет жизни всем нам с вами. Выслушали интервью главы миссионерского отдела Симбирской епархии Иерея Владимира Манякова. Наш край – Ульяновская область. Центральная городская библиотека в Ульяновске на улице Кирова – гордость не только железнодорожного района, но и всего города. Ежегодно библиотеку посещают более 81 тысячи человек, а ее фонд состоит из книг, периодических изданий и электронных документов. Объем фонда – 79 712 экземпляров. В библиотеке объединили традиции и новые технологии, исходя из современных потребностей читателей. Закуплено новейшее оборудование, создан комплекс «Медиалаборатория». Внутри есть зона тихого чтения, литературное кафе, рабочее место писателя, мягкий зал для просмотра передач, презентаций и лекций. Детская комната посвящена Ивану Александровичу Гончарову. Ну а рядом с главным входом в библиотеку находится еще одна достопримечательность – литературный фонарь. Его верхняя часть повторяет форму гончаровской беседки в Виновской роще. В теплое время года фонарь используется для книга обмена горожан – букросинга. Летом здесь устраиваются различные мероприятия – литературные игровые программы, детские праздники, трансляции аудиозаписей лучших классических произведений, библиотечное радио для детей. Добраться до модельной центральной городской специализированной библиотеки имени Гончарова несложно. На общественном транспорте – трамваи номер 1, номер 4 и номер 90, или маршрутках номер 37, 38, 55, 68, 90, 94 – выходить на остановке 4-й микрорайон. Продолжит научный сотрудник музея имени Гончарова Ирина Маршалова. Модельная центральная городская специализированная библиотека – Центр литературного краеведения имени Ивана Александровича Гончарова входит в централизованную библиотечную систему города Ульяновска. В целом это муниципальное бюджетное учреждение культуры объединяет 33 библиотеки, расположенные на территории четырех административных районов города. Из них 8 детских и 6 библиотек пригородной зоны. Решение о создании Центральной городской библиотеки в Ульяновске было принято 19 апреля 1968 года исполкомом Городского совета депутатов трудящихся. В 1992 году она получила новое здание на улице Кирова, 40. Имя Гончарова Центральной городской библиотеки было присвоено 10 октября 2001 года. Это решение Городская дума приняла по инициативе общественности и сотрудников библиотеки. Безусловно, в этом факте ощущается историческая перекличка. В конце 19-го и начале 20-го веков в Симбирске-Ульяновске существовала Народная библиотека читальня, носившая имя Гончарова. По ряду объективных причин в 1925 году эта библиотека утратила самостоятельный статус вместе со своим именем. Свидетельство о ней сохранилось не только в записях архивных документов, но и в народной памяти, ведь когда-то горожане единодушно выразили благодарную признательность своему выдающемуся земляку, увековечив память писателя присвоением его имени специально созданному библиотечному учреждению. Библиотека имени Гончарова просто обязана была вновь появиться на карте города. Сегодня территориально она расположена ближе к исторической части города, к местам, где родился и провел детство будущий писатель. А административно принадлежит железнодорожному району со знаменитой Виновской рощей, установленной в ней памятником-беседкой в честь столетия со дня рождения писателя и прилегающими окрестностями, нашедшими отражение в романе «Обрыв». По мнению известного гончарововеда Владимира Ивановича Мельника, поэтичные картины нравов провинциального городка, поволжской природы составляют едва ли не лучшие страницы «Обыкновенные истории», «Обломова», «Обрыва». И эти обстоятельства не могли не сказаться на выборе основного направления работы библиотеки – продвижения творчества писателя в сознании современных читателей. В 2012 году, в год двухсотлетия Ивана Александровича Гончарова, центральную городскую библиотеку посетили потомки писателя по линии брата Николая – сестры Симон, Клэр, Элизабет и Мари-Элен, проживающие во Франции. После этого знакомства сестры Симон прислали в адрес библиотеки статьи об Иване Александровиче на французском языке, посвященные популяризации имени русского романиста за рубежом. В 2014 году библиотеке был присвоен статус – Центр литературного краеведения. Присвоение данного статуса открыло новую страницу в деятельности учреждения, связанную с краеведением, развитием партнерских связей, а также поиском новых форм работы. Постоянными партнерами библиотеки в организации и проведении гончаровских мероприятий являются историками Мемориальный Центр Музея Гончарова, Управление образования Администрации города Ульяновска, Кафедра гуманитарных наук Ульяновского государственного педагогического университета имени Ульянова. Выработанная модель взаимодействия дает возможность реализовывать крупные проекты, которые требуют серьезной подготовки и вовлекают большое количество участников. Так, впервые организованный библиотекой в 2012 году творческий фестиваль «Литературный бал героев Гончарова» стал традиционным мероприятием в преддверии ежегодного Всероссийского гончаровского праздника в Ульяновске. Каждый год все новые участники творческого фестиваля демонстрируют свои таланты чтецов, музыкантов, актеров в представлении и обсуждении произведений Гончарова. Каждый литературный бал не похож на предыдущий, меняется состав выступающих, репертуар выступлений. Несколько раз творческий фестиваль проходил в торжественном зале историко-мемориального центра Музея романиста. Здесь, в родном доме писателя, снова оживают страницы его романов, предстают перед зрителями образы разных героев книг Ивана Александровича. Учащиеся в школу города долго готовятся к представлению, перечитывают произведения великого земляка, репетируют, подбирают костюмы. Литературный бал героев Гончарова – демонстрация не только читательского интереса, но и способности ребят вжиться в роль того или иного персонажа и интересно рассказать о нем зрителям. 10 сентября 2020 года библиотека открылась после модернизации в рамках национального проекта «Культура» и получила еще один важный статус – модельная библиотека. Именно после модернизации в Центре литературного краеведения имени Гончарова появилось новейшее компьютерное оборудование, приспособленное для наиболее удобной и безопасной работы мебель, многочисленные книжные издания. Для читателей был организован электронный читальный зал с доступом в Национальную электронную библиотеку. Также для жителей города и области сформировано 6 новых сервисных предложений и 7 образовательных программ. Учреждение культуры предоставляет широкий спектр услуг для обучения, самореализации, научно-технического творчества и интеллектуального досуга. Специализированный фонд по литературному краеведению, курсы компьютерной грамотности и уроки рисования на графическом планшете, специализированное мобильное рабочее место для людей с нарушениями зрения, культурно-досуговые образовательные мероприятия. Это беседы, лекции, творческие встречи с интересными людьми, литературно-игровые программы, квесты, мастер-классы. В структуру библиотеки сегодня входят взрослые детские абонементы, медиалаборатория, электронный читальный зал. Сегодня услугами библиотеки пользуются свыше 8 тысяч человек. Ежегодное число посещений библиотеки составляет свыше 60 тысяч человек. Вкусно и полезно! С вами Наталья Козина и региональный центр общественного здоровья. Сегодня мы продолжим разговор об опасном переизбытке соли, сухость во рту, слабость, головные боли, гипертония. Это все побочные явления при злоупотреблении солью. Напомним вам здоровую норму. Это одна чайная ложка в день в составе всех блюд, в том числе, если вы любите колбасу, майонез, кетчуп, консервы. Чтобы снизить потребление соли до безопасного уровня, необходимо реже включать в рацион продукты с ее высоким содержанием. При солении и мариновании используйте низкосолевые или бессолевые способы заготовки и хранения продукции. Квашеную капусту можно приготовить без добавления соли. Процессу ферментации, то есть брожения, способствует молочная кислота, содержащаяся в белокочанной капусте. Готовите дома? Тогда следуйте правилу. Больше вкуса – меньше соли. Вместо соли можно использовать перец, сок лимона, чеснок, специи и травы. И, наконец, уберите солонку со стола из зоны быстрого доступа. Тогда удастся избежать соблазна досолить уже приготовленные блюда. Особенный переизбыток соли опасен для детского организма. Врач Лилия Кириллина все объяснит. Чрезмерное употребление соленой продукции в раннем возрасте может стать причиной разных заболеваний в будущем. Если ребенка слишком рано приучить к соленой пище, то во взрослом возрасте он, скорее всего, будет злоупотреблять специи. Дети, злоупотребляющие пищей с высоким содержанием натрия, чаще других страдают от переломов. Причина в том, что соль приводит к вымыванию минералов из костной ткани, делая ее хрупкой и склонной к переломам. Увлечение соленостью в детском возрасте может привести к неправильному развитию скелета. Процесс формирования костей продолжается примерно до 25-28 лет. И очень важно, чтобы в этот период не возникало факторов, отрицательно влияющих на их плотность и минерализацию. А один из таких факторов – это злоупотребление специями с солью в частности. В топ самых здоровых, вкусных и универсальных приправ входят базилик, тимьян, розмарин, кориандр, майоран, петрушка и укроп. Пряные травы следует добавлять на финальном этапе приготовления блюда, так как они сохранят свой вкус и полезные свойства. Второй совет от диетологов – как можно больше пить чистой воды, чтобы вымыть из организма лишнюю соль. Необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости. Современному человеку довольно трудно вписаться в те самые безопасные рамки потребления соли, которые определили диетологи и врачи. И дело даже не в том, что человеку больше нравится пересоленая пища. Просто в наших меню регулярно появляются продукты, в которых содержится намного больше соли, чем мы себе думаем. Конечно, полностью отказаться от натрия нельзя, так как в определенных количествах он незаменим для организма. Но ограничивать количество соленого в рационе не помешало бы. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Подскользнуться или поскользнуться. Правильный вариант – поскользнуться, без «д», хотя часто мы говорим «подскользнуться». Значение слова «поскользнуться» – потерять равновесие, оступиться на скользком месте. Это совершенный, непереходный, возвратный глагол первого спряжения. Состоит из приставки «по», корня «скольз», суффиксов «н», «у», глагольного окончания «ть» и возвратного постфикса «ся». А откуда тогда подскользнуться? Дело в том, что слова в огромной языковой системе не существуют сами по себе. Они составляют разные ряды, классы, парадигмы, и все это взаимосвязано, как в экосистеме или в человеческом организме. Ни одно слово не существует без оглядки на какое-нибудь другое. Есть слова «постричь» и «подстричь», «покрасить» и «подкрасить», «побежать» и «подбежать». Все пары различаются значениями, но существуют. Получается, что у слова «поскользнуться» появляется некая фантомная пара «подскользнуться» по аналогии, хотя значения добавочного или неполного действия у нее нет. Форма копируется, а содержания нет. Сейчас слово «поскользнуться» просто подменяет норму и функционирует в нашей речи как единственно возможная форма. Многие уже просто и не знают или не помнят, что правильно именно «поскользнуться». Возможно, что слово «поскользнуться» когда-нибудь вытеснит «поскользнуться», но сегодня вариант «поскользнуться» пока еще считается единственно правильным. И на этом у меня сегодня все. Не поскальзывайтесь, пожалуйста, крепко стойте на ногах. А если очень хочется скользить, то добро пожаловать на каток или лыжню. Так и настроение поднимется, и здоровье прибавится. У микрофона Алексей Сорокин Этот день в истории музыки В этот день появились на свет Виолончелист, дирижер, композитор Анатолий Брандуков Композитор, пианист Александр Скрябин Автор песен Композитор, участник группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов Народная артистка России и Абхазии Оперная певица Хибла Герзмава Мировую известность ей поднесли выступления в Мариинском театре, Лондонской королевской опере, Венской государственной опере И других крупнейших сценических площадках Песня «Ласковый май» Сергей Кузнецов Напомнил мне страницы моей весны Песня «Ласковый май» Сергей Кузнецов Сказки, связанные с Новым годом и Рождеством «Морозка» – музыкальный фильм-сказка По мотивам русской народной сказки Премьера фильма состоялась в 1965 году Фильм получил главный приз «Лев святого Марка» На 17-м международном кинофестивале в Венеции В программе детских и юношеских фильмов За роль Марфуши посол Чехии Ярослав Башта Вручил Инне Чуриковой серебряную медаль Фильм «Морозка» также получил От консультативного совета по кинематографии США Награду как лучший киносценарий для семейного просмотра А в 1966 году сказка получила приз За лучший фильм по разделу детских фильмов Вечера на хуторе близ Диканьки Веселая история про то, как в рождественскую ночь В селе всех попутал бес И как могучему кузнецу Вакуле Удалось одолеть нечистую силу И добыть для своей невесты царские черевички Сказка снята по повести Николая Гоголя Ночь перед Рождеством Рождественская История Икранизация повести Чарльза Диккенса Рождественская ночь в прозе Это поучительная история О старом искупом Скруджа Который в течение одной ночи Переживает испытания глубокого очищения Мистер Скрудж – финансист Денежный меняло Который посвятил всю свою жизнь Накоплению богатства Он презирает все, кроме денег Включая дружбу, любовь И рождественские праздники Завершим обзор Доброй и красивой сказкой Двенадцать месяцев Это рисованный мультфильм Созданный Иваном Ивановым Вано По мотивам одноименной пьесы Самуила Маршака Написанной во время Великой Отечественной войны Музыку к мультфильму и песне Написал и сочинил Моисей Вайнберг Песни к данному мультфильму Выпускались на детских пластинках Гори-гори ярче Лето будет жарче А дима теплее А весна милее Гори-гори ясно Чтобы не погасло Гори-гори с крестом Пусть по перелескам Где сугробы лягут Будет больше ягод Пусть несут в колоду Пчелы больше меду Пусть поля пченица Густо колосится Гори-гори ясно Чтобы не погасло Гори-гори с крестом Пусть по перелескам Где сугробы лягут Будет больше ягод Вечернюю программу для вас провел Алексей Сорокин Обзор культурных событий Седьмого и восьмого января В нашем регионе пройдут Различные культурные мероприятия Расскажем о наиболее заметных Седьмого января В музее Пластова В селе Преслониха Запланирована интерактивная программа Рождественские поздравления И традиции семьи Пластова В Ульяновске на Соборной площади В тринадцать часов Начнется городской рождественский концерт Свет рождественской звезды В парке Победы В четырнадцать часов Запланирована музыкальная Игровая программа Наступают святки Мы поем калятки В парке Прибрежный В Новом городе Жители и гостей города Приглашают принять участие В игровой программе Рождественские забавы В субботу Во Дворце творчества детей и молодежи Сказка с оркестром Снегурочка Восьмого января Музыкальная сказка Новогодние сафари Вечером Ценителей классической музыки Приглашают на фестиваль Моцарт и его круг В субботу Седьмого января В Ульяновском Драматическом театре Имени Гончарова Комедия Последний Пылкий любовник В Ульяновском Молодежном театре В субботу Комедия Руководство Для желающих Жениться Ульяновская областная Специальная библиотека Для слепых Восьмого января Приглашает на Познавательную программу Подглядывая За Дедом Морозом В воскресенье Девятого января В Литературном музее Дом Языковых Состоится представление Рождественский вертеп Восьмого января Вечером На сцене дворца Губернаторский Состоится концерт Заслуженного артиста Республики Татарстан Фердуса Тимаева В Димитровграде Восьмого января В центре культуры Восход Рождественский концерт Рождество в России В воскресенье В театр студии Подиум Лирическая комедия Селфи со склерозом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова